В Астрахани сегодня состоялось торжественное открытие Киркелинского моста. Этого события ждали тысячи жителей региона. На капитальный ремонт мост был закрыт еще в 2013 году. Он стал одним из главных строительных объектов для города. Стараниями властей мост включили в федеральную программу безопасной и качественной дороги. Просто в восторге, так долго ждали. И теперь будет даже легче некоторым, кто из города ездит в школу. В долгих четыре года жители микрорайонов Бабаевского, Астрахань 2 и поселка Кирикели ждали этого дня. А это без малого 120 тысяч человек. И вот он, торжественный и волнительный момент. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин и глава администрации города Астрахань Олег Полумарвинов нажимают на символическую кнопку. И сантиметр за сантиметром поднятые пролеты моста соединяются воедино. Это сейчас все сомнения по поводу, нужен ли разводной мост уже позади. А в начале его реконструкции у моста строителей возникали сомнения в целесообразности сохранения такой конструктивной особенности. Уже по ходу работ приходилось переделывать проект. Мост пришлось практически не ремонтировать, а строить заново. Новый мост построен. Кроме только оснований, надолбов, которые полечили, новые оборудования. И я сегодня горжусь, потому что видел, как проходят уже большие корабли, что мне удалось коллег убедить оставить функцию развозного моста, найти оборудование, заказать его на наших российских заводах, изготовить. И сегодня он будет работать долгие еще десятилетия. Запуск этого моста имеет и стратегическое значение для всей транспортной инфраструктуры областного центра. Как признается глава администрации города Астрахани Олег Полумордвинов, он сбился со счета, сколько раз приезжал на Киркелинский мост во время его ремонта. Ведь возникавшие проблемы надо было решать оперативно. Уникальный объект с точки зрения инженерных решений, которые здесь были нашими российскими специалистами реализованы, а для жителей, ну, это соединение берегов. Это соединение берегов двух больших микрорайонов по более быстрому трафику. Ну, сколько можно было ездить, так сказать, через центральную часть города, через, по сути дела, Наримановский район. Сегодня это все напрямую. Право первыми проехать по новому мосту предоставили водителям мостостроительной организации и пассажирам маршрутных автобусов. Буквально несколько минут мы уже на этой стороне моста, и вот по нему пошли первые автобусы уже в сторону микрорайона Бабаевского. А уже после торжественной церемонии губернатор Александр Жилкин отправился на улицу Яблочково, где вместе с городскими властями обсудил новый проект по реконструкции в 2018 году этой одной из важнейших транспортных артерий областного центра. Алексей Порядков, Арибек Джирилгасов и Дмитрий Козинский. Вести Астраханскую область.